Всем привет! Играем в фазмофобию, соло кошмар, графтон, Энтони Льюис, распятие, благовоний, направленный микрофон, естественно, тоже мы будем использовать. Погода ветреная. Это значит, что дует ветер. А вот бывает, например, штиль, тогда ничего не дует. Разбираемся в погоде с сестрой Винчестер. Так, что у нас по щиточку? По щиточку у нас ничего, здесь ничего не происходит. Тут тоже, в общем-то, довольно скучно. Не на что обратить внимание. Пойдемте вниз. Щиток на втором этаже у нас может быть только в одной локации. Так, уже что-то отлетает, я слышу. Здравствуйте. Ага, вот и комната нашлась. Вот и комната нашлась даже до того, как мы с вами нашли щиток. Такое тоже бывает, такое случается. Иногда призрак не хочет ждать, ему прям тягостно смотреть, следить за тем, как мы пытаемся обойти весь дом и найти именно вот то место, где он живет. Поэтому он такой, я тут. Здорово. Не меня ли ты ищешь? Так, шкатулек у нас. Хорошо. Вроде, говорят, чинили его в патчноутах. В каких-то я вычитывала. Вроде выходил патчик, который чинит шкатулку, потому что по ней... К ней, точнее, не шел призрак вообще никак. Была такая проблемка. Сейчас вроде идет. Ну, посмотрим, если будет возможность как-то это проверить, прочекать. Чекать. Точно тут-то? Точно. Ты молодой? Шо? Шо? А куда пошел? Далеко пошел? Насколько далеко может призрак отойти? Значит ли это, что у меня нет отпечатков? Наверное, да. Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Хочеть. А мы не будем, как бы, насиловать, да? Если не хочет разговаривать, ну, значит, он хорош в чем-то другом. Может быть, он гениально показывается на камеру. Может быть, там такая арба, что прям аж целый арбуз. И мы все офигеем. Но, судя по всему, нет. А дверь это он сам открыл? Или что? Или как? Ну, тут, конечно. Просветим на всякий случай. Кажется, это я открыла. Просто забыла. Так, дело движется к минусовой. Но, вообще, пока еще плюс один. А уже, наверное, ноль. Но еще не минус. Подождем. Так, я тогда сейчас что возьму? Я сейчас тогда возьму направленный, по-моему, да? У нас в задании есть. И распятку кину. Почему бы нет? Пусть лежит. Нам надо еще с вами кость найти. Да. Так, это бутылка. Так, бутылка отлетела. Да, минусовая есть. Это наша первая уличка. Направленный сработал. Тогда мы сейчас берем второй блокнот. Я думаю, да. Второй блокнот берем. Вот это берем. Дотс берем. За дотсом есть смысл следить. Говорят, сейчас дотс самая капризная улика. Вообще ничего не выдает. Можно смотреть несколько минут на дотс. Если раньше он там срабатывал в течение минуты, как минимум один раз, то сейчас вообще нет такой логики. О, блокнотец. Хорошо, красиво. Тогда смотри. У нас демон ревенант тень морой. Ну, нормальные на самом деле пацаны-то. Ничего против них не имею. Все классные. Я думаю, мы достаточно быстро разберемся. Ху из ху, как говорится. Так, хочешь вот тебе еще? На, попиши. Пойдемте искать тогда кость. Спросить мы не можем. К сожалению, доски у нас нет. Поэтому будем искать старым дедовским способом. Просто посмотрим везде. В первую же охоту у нас будет уже понимание о том, имеем мы дело со скоростным признаком, признаком, призраком, мороем или ревенантом. Или с обычным, то есть с демоном или тенью. Ну, судя по тому, что призрак кидается при мне. Хотя при мне ли? Без меня, мне кажется, он кидается. Это я пытаюсь под тень подбить. Но пока, наверное, рано. Сначала послушаем. Не-не-не, туда ставь. Это же моя любимая нычка. Так, Константин, Константин. Где же ты, Константин? Так. Ничего не похоже на Костя, если честно. А что же мне тогда делать? А куда же мне тогда... А как же мне? Давайте кухню тщательней посмотрим. И нерсери, еще нерсери. И ванная на втором этаже. Часто остаются неохваченными вниманием госхантеров. Которые приезжают в Графтон. Дверь какая-то открылась. Ну, судя по тому, что распятие пока еще не сработало. А что, кстати, дверь там открылась? Где падает еще? Не очень просто понимаю. Что там за дверь открывается, если призрак здесь? Так. А вот и Кость. Чфонь. С этим мы справились. Так, у нас шкатулька. Ну да. Ну, здесь получается. Давайте второй крест возьмем. Призрака сейчас тогда будем призывать. Призрака тогда сейчас будем курить. На скорость смотреть. Главное, чтобы не ревенант, наверное. Потому что это будет... Ну, тогда будет сложно среагировать прям сразу. Не так будет весело. Как могло бы быть. Не помереть будет еще. Откуда он пойдет со своей шкатулки? Главное, чтобы не со спины. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Ага, идет. Готов. Так, ну это не рев. И походу не морой. Продолжение следует. Продолжение следует. С 가지. Проплитая охота чуть дольше, чем обычно идет на кошмаре. Шел он откуда-то и вообще из другой комнаты. Такое ощущение, что из кухни, или даже из гостиной, но из кухни, скорее всего, есть шанс, что он переехал. Демон это или тень? Ну, я скорее склоняюсь к тени. Карола. Хотя физгост. Так, хорошо, если ты там. Ну, не похоже, что это морой. Сейчас, правда, у меня рассудок подсел чуть-чуть. Если это морой, он сейчас будет побыстрее. Мне кажется, скорость вообще абсолютно обычная была. И даже не было никаких, так сказать, поползновений, да, в сторону того, что она там может быть чуть быстрее, чем нужно. Если он сейчас начнет охоту вот оттуда, да, не зацепив крест, то мы тогда будем знать, что это не демон. А если он сейчас сожрет крест, то это нам ничего не скажет. Но выполнит задание. Вот этот шарик, который был сейчас вот справа от благовония, это минусовая температура. Вот сейчас еще один раз. Потому что многие спрашивают, типа, что это за фигня? На самом деле, по-моему, такие шарики появились еще до даже Ascension, до обновления, до последнего. Но еще не все успели к ним привыкнуть, так сказать. Ну, на тенюху указывает еще и тот момент, что мы как бы разрядились об шкатулку. Ну, допустим, не в нуль, но до полтоса-то, я думаю, мы разрядились. А мы сейчас сидим и ждем охоту, как ни в чем не бывало. Давай уйдем из той комнаты. Тени стали очень часто попадаться после обновы. Не знаю, с чем связано. Ну, типа, самые скучные призраки, которые только бывают. Тени. Часто выпадают через одного. Ну все, ушла в другую комнату, стою вот. Никому не мешаю. У тени порог атаки гораздо ниже, чем у других призраков. То есть тень атакует... Блин, каждый раз забываю. С 35, по-моему, процентов. В то время, как все остальные призраки по дефолту атакуют с 50% раз сутка. Но у нас, очевидно, уже меньше 50%, потому что мы воспользовались шкатулкой. Плюс мы видели даже один гост-эвент еще. При нас произошел. Да. Вот. Никогда, конечно, нельзя исключать демона лоха. Который настолько лох, что ведет себя как тень. Но я уверена, что демон бы уже напал. Даже лох. Даже у демонов лохов есть самоуважение. И они как бы не могут себя прям вести как тень. Если у них уже подошел порог начала охоты, уже как бы ну все, уже поздно прикидываться тенью. Уже как бы надо фигачить, извини меня. Ну че ты, че ты моргаешь? Жри крест. К сожалению, мы ничего не можем сделать для ускорения процесса. Ну свет можем выключить здесь. Чтоб немножко разряжаться быстрее. Вот. А так у нас как бы проклятый уже сыграл. И еще больше разрядиться мы не можем. Я соткала следы в соли. Когда шел призрак? Ди-Кей, ты серьезно? У следов в соли, по-твоему, приоритет перед призраком. Ты такой молодец. Просто бомба. Просто космос, знаешь? Я сфоткала призрака на шкатулке. Он мне сфоткал следы соли. Я его сфоткала вот так вот в упор. Как насчет следов соли? Что? Призрак? Какой призрак? Не было никакого призрака. Да. Не цепанул. Призрак. Давай курнемся. Давай курнемся. Подпишем. Следы соли. Опять следы соли. Да блин, опять! Просто в шоке Следы в соль Ну а что ты сделаешь? Ничего не сделаешь Тут блин, минус 10 уже Холодина жесть Да подожди ты Причем я не видно этого самого Радиуса А, вот, заработала Мдаааа Интересная катка, конечно Веселимся как можем Призрак наступил в соль Вот это да Спасибо Соли За то, что она есть Негодую Прошло тут полторы минуты-то Сейчас уже есть смысл засекать Наверное, нет Какие-то такие Дополнительные проверки сейчас проходят, но мне кажется, уже все очевидно. Че ждем-то так долго? После креста? Я ж тебя не курила. Я даже стою в чужой комнате. Нет. Тень обиделась. У нее не получилась охота. И все, она говорит, я больше не буду. Я больше не хочу. А все, надо было раньше. Прикол. Не могу. Не будем, да, атаковать меня? Тогда я ухожу. Все, я ухожу. Я ухожу. Я ушла. Ну, не хочет, не надо. Я не вижу смысла дольше здесь задерживаться. Потому что с тенями каши не сваришь. Это просто очень скучно. Это каждый раз скучнявое ожидание, блин. То охота, то подъедание распятия, то фотографирование. Просто скучная тень. Ну, как бы, вот она есть и есть. Мы за нее деньги получили. И ладно. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok